Более 5000 часов в небе и 28 типов освоенных самолётов. Опыт Героя России Александра Коновалова сложно переоценить. Лётчики-испытатели сначала участвуют в разработке аппарата, а потом доводят самолёт до такой перегрузки, когда он уже почти разваливается, испытывают приборы на максимуме возможностей. Об опасностях и нюансах своей профессии Александр Григорьевич рассказал саровчанам на встрече в детской библиотеке имени Пушкина накануне Дня Героев Отечества. Считаю, что проявление патриотизма – это естественное явление, и защищать Родину – это и почётно, и это необходимо, потому что если не мы, то кто будет этим заниматься. Мне понравилась встреча, понравилось то, что участники встречи проявили живой интерес, понимание всего, чувство о нюморах присуще. Нижегородец рассказал о том, как обучиться редкой профессии лётчика-испытателя, с какими физическими и психологическими трудностями приходится сталкиваться. В 1981 году Александр Коновалов катапультировался из разрушающегося самолёта МиГ-25РБ на высоте 18 тысяч метров, со скоростью в 2,6 раза превышающую скорость звука. Это уникальный случай в мировой практике. Свою летопись о героических поступках наших земляков ведёт ветеран афганской войны Геннадий Пущин. Он презентовал читателям свою филаталистическую выставку, посвящённую интернациональным военным действиям со второй половины 20 века. Она включает у меня, особенно за последние события, над ветеранов боевых действий за Афганистан, и заканчивая вплотную сейчас специальной военной операцией на Украине. Я подготовил порядка 60 уже героев, все герои Российской Федерации. Их сейчас у нас уже около 200. Но я думаю, что ещё, наверное, мне год понадобится для того, чтобы получше узнать биографии остальных героев, которые я не успел включить в свою экспозицию. Более 15 лет Геннадий Валентинович посвятил работе над увековечиванием памяти героев отчизны. За этот год провёл более 25 патриотических встреч в Нижнем Новгороде, Москве и Богородске. Поиск и проверка информации по биографиям и событиям для экспозиции занимает колоссальное количество времени. В основном даже я пользуюсь той информацией, которая идёт и из средств массовой информации. Когда показывают фотографии, когда идут репортажи с президентом нашей страны, когда это всё отражается в СМИ, я беру за основу каждого из героев, начинаю заниматься, ну и выбираю самые изюминки. Потому что в моих вещах нужно сделать всего несколько строк, чтобы выделить всё самое важное и главное. Перед читателями также выступил председатель городского Саровского отделения ветеранов Афганистана и СВО Константин Быков. Рассказал о причинах, которые побудили Россию участвовать в афганском конфликте. Он представил видеорассказ о героях-саровчанах, погибших в ходе тех событий. Призвал чтить их память. Патриотические песни со сцены Пушкинки исполнили солистки образцового ансамбля «Горница» Детской школы искусств номер 2 Дарина Кальвид и Алиса Косицына. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.